Добрый вечер! Не минуты покоя. Если этот девиз вам по душе, то вы определенно должны послушать меня. От вас требуется всего несколько минут внимания, и вы в совершенстве освоите культурное ориентирование в сфере досуга. Итак, афиша. Сперва предлагаю посмотреть киноновинку в столичном террасполе синхрона с российским прокатом. 21 марта на нашем экране вы увидите приключенческий фильм «Джек. Покоритель великанов» в эффектном 3D. Между небом и твердью опасней нет края. Там живут великаны, всем ужас внушая. Хотят подчинить себе смертных внизу. И ждут, когда мести семена прорастут. Нарушен хрупкий мир. Похищена принцесса. И быть в великой битве великаны близко. С 21 марта в кинотеатре «Террасполь» грандиозное фэнтези-приключение. «Джек. Покоритель великанов» в 3D. Если вы думаете, что знаете эту историю, вы не знаете Джека. Познакомлю вас и с театральным репертуаром. 24 марта в 11 часов. Внимание у ваших детей. Самая долгоиграющая сказка государственного театра. И одна из самых любимых детьми. «Три поросенка». Вечером того же дня в 17.00 вас ожидает спектакль «Циники», рассчитанный на уже взрослую аудиторию. Любовная драма на историческом фоне военного коммунизма, голода и НЭПа обещают не оставить равнодушным. Показываем нашу достаточно одну из самых серьезных постановок, которые существуют в репертуаре нашего театра. Это спектакль «Циники» по пьесе Анатолия Марингофа и поставленный замечательным режиссером Владимиром Михельсоном. И инсценировка была тоже Владимира Михельсона. И, конечно, те воплощения, которые он сделал на сцене, этого, на мой взгляд, очень серьезного, с другой стороны, очень яркого понимания любви, циничной любви. Но через что проходит эта циничная любовь? Через какие-то серьезные и даже катастрофические вещи? Я думаю, что будет полезно, во-первых, и не просто полезно, но даже с какой-то отдушиной посмотреть. И еще одно любопытное мероприятие. В рамках Международного дня поэзии в Малом зале Дворца Республики всех солидарных с этим днем и просто ценителей рифмованных строк, посвященных весне, приглашают на вечер поэзии. Уважаемые любители поэзии, приглашаем вас на встречу, посвященную Дню Всемирной Поэзии с поэтами и бардами нашего коллектива Летос Веточек. Ждем вас 20 марта в 18 часов в Малом зале Дворца Республики. Вход свободный. Ну и ставшая уже традицией весенний концерт «Юные таланты» Приднестровья. Уже 13-й год подряд по инициативе художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Григория Масейко «Юные дарования со всего Приднестровья выступают в музыкальном сопровождении оркестра». Поскольку в этом году настолько много заявок на участие в концерт со стороны администрации детских школ искусств, музыкальных школ, что пришлось концерт провести не однократно, а дважды. В среду в 18.00 и в пятницу в 18.00. Приглашаем всех поклонников искусства поддержать «Юные таланты» Приднестровья и прийти на концерты 20-22 марта в 18.00 в Государственный культурный центр Творец Республики. В Бендерах продолжает действовать выставка «Весенний аккорд». В день открытия, напомню, Республиканская картинная галерея имени Лосева присвоили статус Приднестровского государственного художественного музея. Так что добро пожаловать в музей! Экватор тоже не оставляет возможности вам поскучать и предлагает провести ночь в одном ритме с ними 22, 23 и 24 марта. 22 марта в ночном клубе «Экватор» «Коктейльная фиеста». Только этой ночью специальное весеннее предложение от лучших барменов региона. Презентация новых коктейлей, море позитива и шквал взрывных эмоций. Для девушек – сход свободный. Для тех, кто настроен на романтический лад и чье сердце свободное и все еще ищет, 23 марта в ночном клубе «Флирт-вечеринка сердцебиения 120». Романтический настрой поддерживают диджей Миша Голд, диджей Тело и диджей Махов. С микрофоном этой ночью – неугомонные МС Мазур и МС Панда. 24 марта приглашаются все поклонники бессмертных фитов на супердискотеку 90-х. Этой ночью – ваше любимое ретро с весенним ароматом мегапопулярного диджея Молдовы – диджей Баса. Для дам вход свободный. Не скучно будет вам на предстоящей неделе и в компании с Рио. Опытные гиды сделают все возможное, чтобы поездка в заповеднике Ягорлык и устроенцы произвела на вас неизгладимое впечатление. Ну а поможет им в этом сама природа 20 марта. И это еще не все. Сложилось мнение, что черноморскую столицу нужно смотреть ногами. И это верно. Но вовсе не значит, что до самой Одессы придется идти пешком. Однако какое удовольствие пройти или проехать вдоль и поперек всех самых примечательных объектов этого города. Компания Рио организует экскурсионную поездку уже на этой неделе. Вы побываете и на Приморском бульваре, посетите дворец Воронцова, увидите Тещинь мост, Сабанеев мост, естественно, памятники знаменитых людей, то есть памятник Дюку, памятник Дерибасу. Это все основатели Одессы. Естественно, памятник Михаила Семеновича Воронцова. Вы узнаете о жизни Михаила Семеновича Воронцова, что их связывало с Александром Сергеевичем Пушкиным. Это такая весьма пикантная история. Естественно, погуляйте по Приморскому бульвару, ощутите морской запах, увидите море, также посетите морской порт, естественно, Потемкинская лестница знаменитая, то есть проведете время с пользой для себя. Это 25-го. Уверена, хоть что-нибудь, но вам придется по вкусу. Следуйте примеру весны, пробуждайтесь, будьте активны, насыщайте жизнь кислородом и будьте в курсе афиши. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!